Всем привет! Вы на канале 4Game, я Алексей Макаренков, и сейчас будем говорить об Atomic Heart. Игру делают рекламщики. Они нихрена не понимают в играх, какой нафиг российский биошок. Они никогда этого не потянут. От них все разрабы разбежались. Куча людей, работавших в студии, рассказали, что это полный трындец. Они застрайчили ролик Аарон Мур, значит, всё, что он говорил, правда. С Ланопарком всех кинули. Что этот арт-директор в интервью ДТФ развалился в кресле как фан-барон? Не мог сесть нормально? Игры вообще не существует, всё, пререндеры, а сама игра чистой воды афера. Вот примерно со всем этим в голове я поехал в офис Мантфиш, разработчик в Atomic Heart. Как журналист я был настроен полностью нейтрально. Как игрок очень скептический. Вполне допускал, что мне постараются как можно больше навешать лапши на уши, рассказать, как всё круто будет, но при этом почти ничего не показать. Поэтому, когда меня ещё до Нового года пригласили в студию, я сразу поставил условия. Давайте минимум болтологии и максимум геймплея. Когда я приехал, меня посадили в мягкое кресло, налили кофе, и я уже приготовился ловить ребят на всяких нестыковках, требовать показать биут и не мешать мне разбираться самому, чего они там вообще наворотили. Мне к таким ситуациям не привыкать, но вот как и любой человек, я не люблю в них оказываться. В итоге вводный разговор занял, ну, наверное, где-то минут 15-20. Мы просто познакомились, мне рассказали, что мы сегодня будем смотреть, и после этого сразу посадили к компу, запустили игру прямо из редактора, из четвёртого Unreal Engine, и, собственно, дали играть. Очень важный момент, почему мне не дали записать геймплей, хотя изначально я на этом настаивал. По факту я смотрел рабочий, абсолютно неоптимизированный билд. Поэтому кадры, которые вы будете видеть вот в этом ролике, это не мой геймплей. И они мало совпадают с тем, о чём я говорю. Ну, точнее, какие-то моменты, наверное, совпадут, но большая часть нет. Это просто куски геймплея, который был сделан разработчиками на предыдущих стабильных версиях билда. Плюс кадры из трейлеров. Разработчики изначально выкатывали по игре идеально вылизанные ролики и чётко задали себе планку, что материалы уровнем ниже, записанные не по сценарию, они пока не показывают. И одно дело, я, человек, который видел много игр в состоянии даже не альфы, а просто вот технической разработки, и другое дело вываливать сырой геймплей на публику. Вот. Отдельно я про это ещё расскажу и объясню, что такое геймплей в техническом билде. А пока погнали разбираться. Что я получил в итоге? Для самых нетерпеливых. В игре я провёл 4 часа. Чистого геймплея было примерно на 3 с хвостиком. Почему такая разница, объясню попозже. За эти 3-4 часа я прошёл 5 локаций. Две маленькие, две довольно большие и одну бонусную. Плюс потом ещё поиграл в уровень головоломку, который в основной билд игры пока не встроен. Это ещё где-то 10-15 минут геймплея, но прям очень насыщенных. Плюс мне отдельно показали обновлённую систему повреждения противника. Вот та, что есть в игре, пока попроще. Рассказали про лор, про сюжет. Прямо с экрана продемонстрировали законченный сценарий с диалогами. А потом показали монтажный ролик, где вскрывается очень важная информация про глобальные игровые механики и игровую экосистему. И вот это полностью меняет восприятие игры. Когда я сидел вот там в офисе и смотрел этот ролик, я внутренне прям вот в осадок выпал. Потому что то, что там показали, полностью подтверждалось тем, что я увидел в игре до этого. Но при этом в игре была показана только часть, и не было понятно, что есть ещё мощнейшая настройка сверху. Точнее, она запланирована. И вот если они сделают это именно так, вот как задумано, это будет игра идейно прям на голову выше, чем многие думают. Профессор сказал, что ты третьи сутки не успеешь. Не хочу. Когда всё закончилось, я выдохнул, привёл мозг в порядок, суммировал всё, что я узнал про игру, а похоже, что сейчас я про неё знаю больше, чем вообще кто бы то ни был за пределами команды. Разработчики сами сказали, что пока столько не показывали, не рассказывали по игре, вообще никому больше. И сейчас я большую часть того, что я увидел, пощупал и узнал, расскажу вам. А про то, про что не расскажу, намекну и объясню, почему не могу рассказать. Итак, первым делом давайте поговорим про то, что я лично видел в игре, как на данном этапе работают конкретные игровые механики, что там вообще есть и как играется. То есть сначала про уже полученный игровой опыт, а потом уже про то, о чём разработчики только рассказывали и чего лично я в игре не видел, потому что, а вдруг всё-таки это какая-то лапша. Итак, первое, что хочется сказать про Atomic Heart, это не шутер с ролевыми элементами, и это не ролевая игра с шутерными механиками. Её можно называть и так, и так, но вот то, как она воспринимается по итогам прохождения пяти локаций, это Immersive Sim с шутерной механикой, механикой ближнего боя, прокачкой оружия и способностей, с крафтом, со сбором большого объёма лута, с головоломками, с умеренным количеством схваток один на один или один на несколько противников за раз, но вот из того, что я увидел, без суперогромных зарубов. Они, в принципе, возможны, но долго в них вы не выживете. Суммарные ощущения в целом близки к Биошоку, близки к Прэй, отчасти напоминают Дизонорд, есть чуть-чуть Метро, плюс чуть-чуть Зена Клэша и других файтингов от первого лица. Собственно, давайте как раз вот с мили боёвки и начнём. Итак, первая локация, которую я прошёл, вводная и очень клюквенная. Агент П-3, главный герой, прибывает в здании секретной лаборатории. Там всё ярко, красиво, выглядит очень похоже на ролики, вот которые показывали, с техническими агрехами, но про это расскажу ещё отдельно. На базе нас в гротескной форме андроид Терешкова знакомит кратко с тем, где мы вообще находимся. После этого нам имплантируют в руку специальную перчатку, и мы получаем возможности телекинеза. Ощущается это примерно как грари-пушка из халфы. Или возьмите любую другую игру, где вот есть похожая механика. Я перевращал целую кучу самых разных предметов, но вот конкретно на стартовой локации эта механика никакого основания под собой не имеет. Просто вертишь предметы, кидаешь их, и всё. Толком ничего сделать нельзя. Технически, кстати, работает это следующим образом. Наводимся на предмет, зажимаем кнопку, предмет притягивается, после этого кнопку можно отпустить, и предмет будет притянут. Можно ещё раз нажать, и предмет опустится рядом. Или нажать левую кнопку мышки, и предмет с силой бросится. На следующих локациях у этой механики будет вполне себе чёткое боевое применение. Предметами можно кидаться во врагов и наносить им повреждения. Плюс отвлекать их звуком, если противник вас не видит, и вы бросили предмет где-то рядышком с ним. Но вот честно, я мало с этим повозился. Импакт бросков пока не идеален, я в основном сражался в итоге иначе. В целом, в игре эта механика важна, она много на что будет завязана, но вот конкретно я ей пользовался мало. И вот на тех локациях, где я играл, без этой механики вполне себе можно обойтись. Кроме одного места. Но про это я ещё расскажу отдельно, когда буду говорить о головоломках. В общем, первая локация красивая, атмосферная, немножечко клюквенная, слегка забагованная и без каких-то супер откровений. Такая стандартная вводная локация. Поскольку она небольшая, такое в целом можно сделать, наверное, за несколько месяцев. Дальше. По сюжету, кое-что случается на территории, примыкающей к комплексу. И следующая локация, это такая маленькая файт-арена, где нас, собственно, знакомят со следующей игровой механикой. Ближним боем. В руках у героя здоровенный стальной дрым. Называется он Петух. И на нас нападает противник Курица. Это такой небольшой, кругленький, низенький, лесопильный робот со здоровенной циркулярной пилой, которая может наносить удары в разных плоскостях. И нам надо с этой курицей разобраться. То есть мы уделываем курицу петухом. Шутка за 300. Рассказываю про боевую мили-механику. На старте у вас есть две основные характеристики. Это здоровье. Восполнять его можно только аптечками из инвентаря. Аптечки надо крафтить заранее. И автоматически здоровье тоже восстанавливается, но до определенного уровня. И только в том случае, если вы в данный момент не получаете урон. Вторая характеристика — это стамина. Она довольно быстро расходуется на удары и на дэши. В базовых ударах три типа. Левой кнопкой мышки — легкий и быстрый. Правой — мощный и с накоплением силы. Плюс спинок ногой. А прыжок и кнопка направления — это дэши. Быстрое смещение влево, вправо, вперед и назад. Они очень четкие, с характерным звуком и анимацией. Дэши — это прямо очень важная штука. Многие враги нападают на скорости, иногда быстрым рывком. И нужно уклоняться, рассчитывать моменты атаки, смотреть, когда противник либо в стане, либо просто в неатакующей стадии. И месить его именно в эти моменты. Это не соус-история и не слэшер, все проще. Но вот условные, простые тайминги атак у многих противников есть. К ним быстро привыкаешь, и это прям важная часть игры. Милли-боевка ритмична. Это не просто махание оружием. Это прям вот отдельная механика, которой постоянно пользуешься. Холодного оружия в версии игры, в которую я играл, было три. Два тяжелых и одно легкое. По-моему, оно «Хирург» называлось. Играются они по-разному. С быстрым носишься вокруг врагов. Дэшишь, пинаешь их постоянно и тыкаешь по несколько ударов за раз. Тут тоже очень важен ритм. Три тачка, отскок, заход с фланга, удар, опять отскок. Точнее, даже не удар, а удары. С тяжелым играется по-другому. Дэш, удар, обратный дэш, пинок, опять удар. В общем, вы поняли. Милли сражения, близкие к Зена Клэшу и похожим играм. Они проще, но вот по ощущениям очень близко. Если играли в такое, вот примерное ощущение можете себе представить. Импакт достаточно четкий, с четким звуковым сопровождением, но есть проблемы. По крупным противникам все хорошо, а вот с мелкими летающими пока не доработано. В игре есть такие веселые друзья, роботы-пчелки. Это такие вертикальные веретенца с пропеллером сверху. Они были в роликах, о них мы еще отдельно поговорим, потому что это внезапно важнейшая составляющая игры, на которой очень много всего замешано. Так вот, по ним попадать сложно. Импакт по ним хреновый. И вообще, вот разительная разница, когда попадаешь по крупному противнику и вот по этой вот пчеле. Авторы сказали, что отлично это понимают, будут серьезно дорабатывать, но пока вот так. На этом же уровне арене показали механику перемещения в полимере. При нем много говорили, но пока в целом вот из того, что я увидел в игре, полимер это просто такой забавный атрибут. У него есть важная сюжетная подоплека, мне про него примерно рассказали, но это, во-первых, мощнейший спойлер, а во-вторых, я обещал про это не говорить, поэтому пока молчу. Но вот в том куске игры, которую видел я, полимер это просто такая немножечко развлекающая штука, которая разнообразит прохождение. Зона с ним выглядит забавно, но никакой глубокой игровой механики за полимером, вот в том фрагменте игры, в который я играл, не стоит. Вы просто в него погружаетесь, можете взаимодействовать в нем с предметами, которые там часто висят. Надо следить за кислородом, потому что это почти как вода. Герой задерживает дыхание, если плавать в полимере слишком долго, вы начнете умирать. Плюс полимер в некоторых местах это такая простейшая головоломка. Он прямо висит в воздухе, из него сформированы ходы, и чтобы пройти дальше, в паре мест надо в него нырнуть, и как по трубе найти путь дальше. Или подняться внутри этого полимера на этаж выше. Ну то есть понимаете, да, это забавно, работает на антураж игры, но вот в рамках того, что увидел лично я, это такая минимальная игровая механика. Плюс еще и навигация в полимере пока чуть-чуть не доработана. Там иногда можно перепутать канал в полимере и просто его стенки, и выпасть наружу. И придется опять в него залезать в самом низу и двигаться дальше. Следующий уровень после арены — подземный комплекс. Часть его в роликах уже показывали. Он довольно большой, там много узких коридоров, мелких комнат и залов, достаточно больших. В них бродят противники, и с каждым мы либо сражаемся, либо стараемся проскользнуть втиху. Я почти везде сражался. В каждой комнате есть шкафы, столы, полочки, и везде разбросан самый разный лут. Все это желательно собирать, и это вот следующая игровая механика, на которой хочется остановиться поподробнее. Тут пока есть проблемы. Опять же, авторы сказали, что они этот момент чинят, но пока есть серьезные затыки с наведением на предметы. Иногда приходится прям выцеливать. И часто важные сюжетные предметы очень мелкие и никак не подсвечены. Поскольку лута много, то сами понимаете, как его хочется собирать. Просто бежать вдоль столов и ящиков и прокликивать, прокликивать и прокликивать. И все в итоге должно падать в инвентарь. Но вот падает через раз, и это неудобно. Следить за тем, что подбираешь, не особо нужно. Вот просто собираешь, нужная эпидерсия накапливается, исходники для аптечек, для патронов, отдельно собираешь чертежи, по ним потом из других исходников можно делать новое оружие, и в целом ощущается, как вот собираешь все подряд, а потом уже разбираешься, для чего это все нужно. И тут подходим к следующей игровой механике, к крафту. По уровням расставлены аппараты «Чайка». Это такие штуки, похожие на старые советские холодильники. Там Север, Юрюзань, Орфс, Тамбов, Москва. Их таких очень много было, в одном примерно стиле сделанных. В общем, вы поняли. Подходим, подключаемся, прыгаем в меню и смотрим, что мы можем сделать из чертежей, которые нашли. Тут тоже очень много мелких очевидных косяков. Не сразу понятно, сколько, например, каких расходников на что нужно потратить. В нужных местах просто нет подсветки на важных элементах. Не сразу понимаешь, где вообще инфа о расходниках, а где о чертежах. Но даже в таком виде в целом разобраться и привыкнуть можно. И разработчики прям по экрану мне потыкали и сказали, что изменится, где появятся подсветки. В общем, ясно, что этот элемент еще перерабатывают, но даже сейчас все не прям вот ужас-ужас. Просто куча мелких недочетов. Но когда разобрался, дальше все просто. Выбираем, что хотим скрафтить, задаем число, тыкаем кнопочку создать и нас выкидывает из меню, и из аппарата вылезает нужная нам вещь. Крафт прям вот такой, анимированный, красивый, а не просто картинки в меню. Если заказать холодное оружие, то вот прям двери чайки раскрываются, и оттуда на держателе вам выдвигается какой-нибудь новый молот. Кстати, оружие за раз можно носить сколько угодно. В этом плане игра не особо реалистичная. И еще рядом с чайками обычно стоят сохранялки в виде щитов с рубильниками. Просто переключаете рубильник и сохраняйтесь. На этом же подземном уровне я получил два огнестрельных оружия. Это ПМ и Калаш. Что могу сказать про них? Стреляются нормально, обычно, ощущение, как в шутерах, а не как в РПГ. Без какого-то супер-вау-эффекта, просто нормальная шутерная механика стрельбы с хорошим импактом. По ощущениям, что-то вот похожее на метро. Патроны расходуются быстро, их надо крафтить и экономить. Повреждения огнестрела наносят довольно серьезные. При этом и в случае с мили, и в случае с огнестрелом у противников показывается шкала здоровья. Но это не вот эти вот адские полоски рядом с каждым врагом и вылетающие очки урона. Когда вы бьете конкретного врага, сверху на экране появляется такая стилизованная полоса. Она не суперзаметна, не рушит погружение, но позволяет следить, сколько еще осталось бить или стрелять. Это нормальное решение, потому что противников за раз здесь немного, и даже когда их несколько, ты почти всегда сконцентрирован на каком-то одном. Пользоваться этим удобно и не отвлекает. Это вот мелочь, но она прям понравилась. Создается ощущение, что тебе вот эту вот инфу о здоровье врага не навязывают, а ты ее как бы подспудно считываешь. Это вот прям просто хорошее дизайнерское решение, когда полоска прямо перед глазами, но ты ее как бы не замечаешь. Не у всех так получается сделать, а вот в Atomic Heart получилось. Но это, конечно, мелочь. Следующий важный момент — тактика сражений. Я как бы об этом уже рассказал, но есть еще один важный пласт, связанный с экосистемой и с оружием. Сначала про оружие, потому что это продолжает предыдущую тему. Огнестрел не может быть основным оружием постоянно. Патронов не хватает. Поэтому, если вы выходите на несколько противников сразу, вы всегда понимаете, что вот пару вы уложите там из автомата или пистолета, а дальше нужно будет милишить. И из этого вы простраиваете вообще всю картину боя. Условно, там вот тех летающих я снимаю из стволов, потому что в воздухе неудобно махать кувалдой, а потом вот этих вот наземных буду месить уже вблизи. Плюс враги быстро идут на сближение, и даже если у вас остается много патронов, это уже не спасает. Враги злые. Дамажат они сильно. Плюс андроиды умеют хватать вас за горло, и надо быстро жать кнопку, чтобы вырваться. Правда, можно ловить вот эти моменты и вовремя отпинываться ногой, но не всегда успеваешь это сделать. Так что вот эту вот штуку, прям поймите, огнестрел важен, его можно прокачивать, и когда прокачаете, наверное, значимость стволов возрастет. Более того, на оружие можно будет накладывать несколько эффектов, например, поджигание и заморозку. Но вот там, где играл я, прокачки еще толком не было, и вот постоянно надо было думать, кого фигачить стволом, а кого кувалдами. А теперь переходим к еще одной важной тактике, завязанной на эксистеме. На уровнях бродят противники. Если они на вас не смотрят, они вас не видят. То есть можно дождаться, когда враг будет один, подкрасться со спины и снести ему большую часть здоровья. Но на уровнях есть камеры, они выглядят как такие биоцветочки. И у них есть зона видимости. Она примерно показана подсветкой. Если камера вас заметила, она врубает тревогу. Заметить она вас может, либо если вы войдете в поле ее срения, либо если вы начали сражаться с врагом рядом с камерой. Она прям среагирует, посмотрит на вас и тоже врубит тревогу. И набегут враги из ближайших областей. И может быть прям очень больно. Но камеры можно уничтожить. Либо из огнестрела, либо если камера подвешена низко, просто подпрыгиваете и лупите ее кувалдой. Но это только вершина айсберга. Вот дальше начинается самое веселье. Вот помните, я рассказывал про летающих дронов пчел. Они живут в кибернетических ульях, которые тоже расставлены по уровням. И если на челса замес и камера врубила тревогу, пчелки вылезают из своего улья, летят к месту схватки и могут напрямую на вас нападать. Но они не очень сильные и убиваются тоже достаточно быстро. Но не с полпинка. Их надо сначала выцелить. И это, кстати, очень важно. Если пчелка летит высоко, по ней придется стрелять. Если снизилось, можно убить кувалдой. Так вот, пчелки — это ремонтники. Они могут восстановить вообще любого врага. Делают они это относительно медленно. Но вот если врублена тревога, они будут искать разрушенных противников и восстанавливать их. И вы никогда не будете знать, не набегут ли на вас сейчас враги, которых вы до этого в других помещениях уже уничтожили. И это прям четко отражается на бою. Вы заметили одного противника, сражаетесь с другим, тут прилетают пчелы и начинают прям разрядами молнии восстанавливать из кусков уже убитого врага. Вы прямо на ходу придумываете тактику, как оторваться от этих вот еще живых врагов, добежать до этих чертовых пчел, в прыжке их уничтожить и не дать им восстановить уже убитого врага. Иногда прям очень смешные ситуации случаются. Ты вот сражаешься с одним врагом, видишь, что тебе вот буквально один удар или два осталось нанести, но при этом рядом пчела довосстанавливает врага, которого ты уже уничтожил, такой, ааа, пытаешься сделать и то, и другое, и при этом не попадаешь, у тебя ни то, ни другое не получается, и опять вокруг тебя несколько врагов сразу. Еще и пчелы начинают жалить. И в итоге сидишь и ржешь, как идиот, и носишься кругами, чтобы тебя просто не убили. А иногда наоборот, все получается идеально, вот прям как задумал, и ты такой, окей, получилось. При этом пчелы могут восстанавливать не только врагов, но и разрушенные камеры наблюдения. То есть, если вы уничтожили камеру, потом вас запалила другая, и рядом есть улей, могут прилететь пчелы и восстановить уже разрушенную камеру. Или даже если тревога не включена, но на уровне есть свободно летающие пчелы, они тоже могут восстановить и камеры, и врагов. Что важно, число пчел в каждом улье ограничено, и вылетают они тоже не сразу, а постепенно. И вот важно не дать пчелам, вылетающим в разное время, отремонтировать врагов и камеры. Это прям важная и интересная игровая механика. Вы ищете вот эти ульи, примерно понимаете, куда из них могут долететь пчелы. Соотносите это с расположением камер и с числов противников рядом с вами. И исходя из этого, планируете сражение. И поначалу, пока я в этом не разобрался, все было очень сумбурно, а вот дальше, когда понял, стало прям интересно. При этом уничтожать ульи нельзя, но их можно взламывать или даже отключать. Этой механики в игре сейчас пока нет, но мне про нее рассказали и описали, как она примерно будет работать. Вот если вы взламываете улей, то пчелы будут за вас. И, вероятно, восстановленные ими убитые до этого вами враги тоже будут за вас. Этот момент сейчас разработчики как раз решают, делать его или нет. Если решат делать, и учитывая, что восстанавливаются враги не сразу, на сбор армии понадобится какое-то время. Но теоретически можно будет собрать небольшую армию и сколько-то проходить уровень в относительной безопасности. Но повторюсь, сейчас этой механики в игре нет, и сама концепция пока дорабатывается. Вот из того, что уже сделано, очевидно, что такое решение напрашивается. Его легко добавить, но сам я этого не видел. И еще, вот если разработчики добавят таки эту механику в игру, то они собираются сделать так, чтобы вечно бегать с армией было невозможно. Потому что время, которое пчелы и враги находятся под вашим контролем, будет ограничено. Плюс, даже если вот эту вот систему с контролированием восстановленных врагов не добавят, то точно будет механика взлома каждого отдельного врага на какое-то время. И сделать это можно собой-собое, только если подкрасться незаметно и вне поля зрения камеры и других врагов. Еще одна механика, которая участвует и в сборе лута, и в сражениях, и в целом в тактике перемещения по уровню, это сканирование. Это одна из возможностей перчатки, которые нам дают в самом начале игры. Жмете кнопку, от персонажа вот как бы расходятся такие сканирующие лучи, и на время подсвечивают важные элементы, расположенные рядом. Причем не просто отображают их вот один в один, а как бы демонстрируют сгустки ярких точек разного цвета, показывающих, что вот там что-то есть. Почти как тепловая карта, только состоящая из таких маленьких-маленьких квадратиков. Если предмет в поле вашего зрения, вы, естественно, сразу понимаете, что это такое. Например, какой-то интересный лут. Сразу взяли прямо и посмотрели. Или противник. Вы его видите, но сканирование цветом подсказывает, за вас этот персонаж или враг. Но сканер подсвечивает объекты вне поля вашего зрения. Например, вы хотите войти в запертую дверь или повернуть за угол, но не знаете, есть ли там враги. Врубаете сканер и вот по сгусткам точек можно примерно догадаться, что вас там ждет. Не точно узнать, а вот именно примерно сориентироваться. И если здоровье, например, низкое и по сгусткам примерно понятно, что это, скорее всего, враг, можно не соваться, а сначала отожраться. Эта штука нацелена на стелс. Эта штука, которая в билде, в которой я играл, была сломана. Лучи распространялись, мелкие предметы и трупы подсвечивались, а вот крупные враги нет. Меня сразу предупредили, что вот в этом билде эта штука не работает. И потом показали уже на другом компьютере, на другом билде и на отдельной небольшой локации, как это должно функциклировать. И поэтому я вот головой отлично понимаю, насколько это важная механика. Я легко могу это переложить на те уровни, которые прошел, но вот прям собственные ощущения точно передать не могу, потому что работала наполовину. Поиску предметов помогало, даже пчелок подсвечивало, но крупных врагов нет. Это я увидел уже отдельно. Это красиво, понятно для чего нужно, но это не мой личный опыт. Такие дела. Теперь можете вот все эти боевые и околобоевые механики совместить в голове. Милибой, огнестрел, правильное комбинирование того и другого, камеры, пчелки с их регенерацией и потенциальной возможностью взлома, сканирование для стеуса. И из всего этого вытекает то, что я отлично почувствовал в игре. Вариативность прохождения. Это вот прям идея фикса разработчиков и то, почему игра ощущается именно как иммерсив сим. Вроде бы пространства пока небольшие, но если ты умираешь, а я умирал много раз, и переигрываешь заново те же самые участки, все всегда происходит по-разному. Тут камеру не сбил, и налетели пчелы. Тут врагов начал бить не в той последовательности, и пчелы их иначе стали восстанавливать. Это полностью меняет рисунок боя. А в следующий раз камеры все сбил, одна успела врубить тревогу, но пчелы начали чинить именно с камер, враги не дали тебе их опять позбивать, и опять тревога, набегают враги, пчелы восстанавливают упавших, и опять все идет как-то иначе. Вот, это вот прям ключевая фишка игры. Очень важный момент. Размер локации, которые я прошел, ну не сказать, что какой-то очень уж большой. И вот все эти 3-4 часа я потратил как раз вот на всю эту историю с вариативностью. Потому что умирал, небольшие участки перья проходил заново, и каждый раз получалось не так, как до этого. При этом разработчики делают сюжетную игру, но они вот прямым текстом сказали, почему заморочились именно так на экосистеме. Они хотят, чтобы в их игру можно было заходить вот примерно как в GTA, там на часик или полчасика каждый вечер, и просто побегать по локациям и половить кайф вот таких вот небольших боев. Знаете, да, вот есть люди, которые вообще не прошли сюжетку ни одной GTA, но при этом у них наигран тысячи часов. Они вот просто заходят и начинают кататься по миру игры. И ловят кайф именно от этого, потому что очень много чего интересного может случиться. Atomic Heart и GTA это совершенно разные игры, но вот через вот эту аналогию можно примерно понять, какого ощущения хотят добиться разработчики. Вот получится ли нет, это уже второй вопрос. Но стремятся они именно вот к этому. И я увидел некоторые механики, которые прям показывают, что да, вот именно это они и хотят сделать. Если что, это не отменяет того, что игра сюжетная, с лором, с квестами, кат-сценами, про это еще отдельно расскажу. Просто разработчики хотят сделать, чтобы в нее можно было играть еще и вот так. Про боевку, кстати, еще не все. В игре есть турели в виде таких здоровенных киберпауков. Если к ним подкрасться, их можно перепрограммировать, и они выкосят врагов, которые ходят рядом. Но надо все делать очень быстро, потому что иначе вас откровенно заковыряют. Плюс в моем билде это была такая, скорее, демонстрация механики. То есть прям было видно, что турели вот в этом месте поставлены специально, чтобы показать, как это работает. Плюс есть ловушки, например, выпадающие из потолка такие стальные капканы-пауки, которые вас повреждают. Они прям сваливаются на тросики сверху и растопыривают шипы. Причем эти ловушки не ловят сканер, и надо именно присматриваться, чтобы их заметить. Следующий интересный момент это головоломки. В финальной игре их вроде бы должно быть много, но в моем билде было всего несколько и достаточно простые. Духи там, заползи в комнату с полимером, найди там капсулы с семенами, подхвати их на телекинез и воткни в нужное место, чтобы открылся проход. Причем там было интересное такое голосовое сопровождение, которое сначала вообще было непонятно о чем, потом мне объяснили, как это вплетено в сюжеты в лор, и прям так, необычно вплетено. Это прям сюжетный спойлер, поэтому рассказать не могу, так что вот можете просто поверить на слово. Но и держите в голове, что тут я тоже просто сам верю на слово разработчикам. Есть задачки на точность движения, например, пройти по шахте с летающими кабинками, на которых закреплены лезвия. Потом ты после этих кабинок падаешь в углубление, и там из дыр постоянно лезет такой здоровенный киберчервь, и надо лавировать между его кольцами. И при этом еще замедлять каждое из этих колец в нужный момент. И, кстати, камеры тоже можно останавливать, и тогда они не сразу на вас реагируют. А еще можно замедлять двери с шипами и такие крупные большие вертикальные давилки. То есть замедляете, прям под ними пролезаете, пока время немножечко заморожено. Есть задачки по поиску карточек, но это уже не головоломки, а просто стандартная штука для такого типа игр. Еще была комната биолаборатория, где надо было найти выход, совершив действия с колбами, в которых плавают хрюшки, коровы и куры. Я сначала думал, что это что-то сложное, но оказалось все предельно просто. Но этот момент тоже вплетен в сюжет, и при этом стыкуется с информацией о полимерном существе, которое нам уже давно показывали на скринах. Там прям такая навороченная идеология. Есть простенькая игра с отмычками по взлому некоторых дверей, но пока выглядит примитивно и не обязательно. Еще была головоломка с механизмами, где, чтобы пройти дальше, нужно было железнодорожный вагон с парником передвинуть в нужное место. Но это все довольно просто. Самое интересное было на уровне, который мне показали отдельно. Он полностью играбельный, таких в игре будет вроде бы много. И вот там головоломки, прям головоломки. Прям вот слушайте, хотя это, конечно, надо показывать. Это серия комнат, которые вращаются с помощью вентилей. Вы прям из одной комнаты вращаете другую или часть той, в которой находитесь. Вот прям на каждой грани вращающейся комнаты разная обстановка. И вам надо сообразить, как совместить разные куски комнат так, чтобы вот то, что получилось в результате, позволило вам пройти дальше. Условно, чтобы вот в одной комнате образовался проход из другой комнаты, а в соседнем куске комнаты находился автобус, по которому можно залезть на уступ и забраться в вентиляцию. И все вот эти вот совмещения комнат вы прям наблюдаете, когда крутите вентили. Прям вот большая комната на ваших глазах вращается. Еще на этом же уровне была другая похожая головоломка, где комнаты расположены друг на другом, и после вращения пол становится потолком, и вы в какой-то момент идете к выходу, а на потолке вверх ногами небольшая аудитория с креслами и шкафами. Если что, в сумме на прохождение этой локации ушло где-то минут 15. Пожалуйста, соблюдайте спокойствие. Еще кое-что из забавного. Когда я этот уровень прошел, было уже где-то часов 9 вечера, и разработчики мне сходу сказали, вот хочешь еще два полностью готовых уровня головоломки, покажем. Я отказался, потому что был уже слегка перенасыщен информацией, уже все в голове не помещалось. Я еще расскажу чуть позже, что на меня вот помимо всего этого вывели разработчики. Короче, я понимал, что вот еще две локации с головоломками в общем потоке информации ничего не решат. Но вот как минимум еще два уровня с головоломками у них точно готовы. Если хотите, могу вот только ради этих уровней к разрабам еще раз ездить и рассказать вам. Они сказали, что вообще без проблем. Это еще тоже не все, и даже далеко не все. Двигаемся дальше. Битвы с боссами. Тут все предельно просто, потому что рассказать особенно и нечего. Они в игре будут, но я их не видел. В конце подземного комплекса мы выходим как раз на здоровенного босса растения. Он прям огромный, занимает большой зал, его показали полностью на движке, прямо в игре. Босс нас лупит, мы теряем сознание, но босс-файт разработчики пока не закончили и не готовы его показывать, потому что он пока кривой. Поэтому в этот момент начинается уровень с Лимбо. Это техническое название, финальное будет как-то связано с сюжетом, не сказали как. Так вот, во время потери сознания мы оказываемся в таком ярком, сочном, гротестном разлюли-малином мире. Это полный сюр. Никакого суперинтересного геймплея там нет, мы просто бежим, собираем сферы, пространство прямо перед нами модифицируется, и надо метко прыгать и наслаждаться окружением. Физика там работает не совсем так, как в мире игры, это, кстати, тоже как-то вроде бы завязано на сюжет. И это в целом чисто дизайнерское решение, но оно выполняет довольно важную функцию. Вот после узких лабораторий, когда от них уже немножечко устал, вот этот уровень дает такое ощущение простора, беззаботности и такого легкого кайфа. Из-за мощного визуального контраста. Я когда туда попался, делал такое, думал, что? Это тоже Atomic Heart? А что там с там долбанулись? Но было забавно. Проходится этот уровень быстро, механика прыжков там местами сейчас недоточена, из-за этого я уровень вообще три раза перепроходил. Но он короткий, просто такая яркая вспышка в сознании. Короче, босс-файты будут, некоторые боссы будут прям большие, и сюр тоже будет. Точка. И завершающий уровень, который я прошел, была средних размеров открытая локация. Со старыми домами, полями подсолнечника и довольно большой толпой самых разных монстров. Но, как я уже говорил, агрить их всех на себя это полный ахтунг, так делать нельзя, потому что тут же умрете. Надо все делать максимально осторожно. Так вот, на этом уровне открылась следующая интересная система, которая является надстройкой, над системой с камерами и пчелами. На уровне был генератор, который можно было отключить. И он обесточивает камеры и некоторые двери. Возможно, будет еще обесточивать ульи. В общем, можно какое-то время решать все задания, не опасаясь, что вас запалят и пчелы будут чинить убитых врагов. Уровень был частично поломан, на нем не срабатывали активные точки, поэтому мне его два раза перезапускали прямо из редактора. Но в итоге он сработал как надо, и на этом прохождение закончилось, а вот дальше случилось то, что прям сильно поменяло мой взгляд на всю игру в целом. Сейчас прям слушайте очень внимательно. Мне показали монтажный ролик, где описаны принципы работы всего мира Atomic Heart. И да, это всего лишь ролик, но фишка в том, что вот то, что я увидел в игре, прям идеально совпадало со всей этой концепцией. Но при этом стало понятно, что концепция глубже и шире, чем то, что можно было увидеть в билде. Поэтому это не похоже просто на фантазии разработчиков и на лапшу на уши, а похоже, что именно это они и хотят сделать. Смотрите, есть вот эта вот локальная система с ульями, пчелами и камерами. Она работает в рамках кусков каждого отдельного уровня. Над этими локальными структурами стоит система с генераторами. Она позволяет влиять на систему камеры ульев уже на довольно большой области. Но при этом камеры, которые вас фиксируют, делают это не просто в рамках локации, а передают информацию в более высокоуровневую систему, которая отслеживает активность в рамках целого региона. И вот над этой системой есть еще одна система контроля, которая контролирует уже порядок и действия роботов уже на всех регионах сразу. И в игре это должно работать примерно так. Вы сильно нашумели в какой-то области, и если не привести там все в порядок, а просто смотаться, система будет знать, что вы где-то поблизости и соседние регионы будут на чеку. Там будет больше патрулей и больше пчел вне ульев. В общем, вам будет сложнее. А если вы взбаламутите сразу несколько локаций, то из общего глобального центра управления будет отдан приказ и из заводов в регион, где вы находитесь, вышлют целый ворох мощных боевых роботов. То есть это почти как система звезд в GTA, только сложнее, и в GTA условно полиция изначально как бы точно знает, где вы, и сразу садится вам на хвост. Но можно оторваться и снизить число звезд. А тут мир не будет знать, где вы точно. Он знает, что вот в этом регионе слишком много вашей активности. И туда высылаются войска. Или просто усиливаются патрули. Или еще что-то. Но если вы из этой зоны успели смотаться, то высланные войска вас не найдут, и системе придется снова реагировать, когда вы еще где-то нашумите. При этом в Atomic Heart запланировано довольно много подземных локаций. Они расположены прямо в едином мире под обычными наземными уровнями. И тоже связаны с единой системой. Если вы залезли и думаете, что вот сейчас вы оттуда смотаетесь и все будет хорошо, то фиг там. Вы вылезаете на поверхность, тратите на это какое-то время, и туда уже успели перебросить подкрепление. И все. Вы попадаете в замес, из которого уже не выбраться. Или выбраться, но очень сложно. То есть надо постоянно следить за тем, что вы творите. Изучать, как мир реагирует на это, и планировать, как себя вести, чтобы не накрыло в какой-то момент медным тазом. Звучит это все круто и сложно, но я этой глобальной системы сам своими глазами не видел, потому что в игре ее на данный момент нет. Она прописана на бумаге, ее уже программируют, так что это не мой личный опыт, а именно слова разработчиков. Если они действительно осилят вот такую экосистему, и не просто осилят, а сумеют хорошо ее сбалансировать и сделать интересной, может получиться очень самобытный и совершенно нестандартный проект. Напортальчить там можно вообще на любом этапе, и в итоге все получится криво и косо. Но сделать они хотят именно вот такое. Понимаете, да, теперь, почему Atomic Heart это именно Immersive Sim? Разабы делают систему, которая будет генерить практически бесконечное число ситуаций при разных прохождениях игры, и даже при перепрохождении одного и того же участка после сейва или лоуда. Получится или нет, вопрос совершенно открытый, если получится, то выйдет уникальная игра. А теперь буквально в нескольких словах про нарратив, сюжет и лор. Мне про него довольно много рассказали, но это были именно слова. По факту в игре сейчас есть несколько кат-сцен, заходной уровень, где объясняют, что происходит, иногда главный герой комментирует происходящее и это совсем чуть-чуть приоткрывает информацию о мире, плюс есть радио, через которое тоже транслируется информация о здешней вселенной. И это, разумеется, очень мало. Разработчики сказали, что вот ключевой сюжет будет основой игры, что он будет сложный, богатый, с глубокой подоплёкой, но пока всё на стадии проработки и интеграцию в игру, сюжетные истории они ещё не начали. Но привели несколько примеров. И на словах да, звучит всё очень круто, но я обещал про вот конкретные сюжетные ходы не рассказывать. очень важен. Это не ваш альтер-эго, а именно персонаж с проработанной историей, с судьбой, с бэкграундом, на который будет много отсылок в игре. Помимо основной сюжетной ветки будут побочные квесты, но это как бы и так очевидно для таких игр. Но основная ветка всегда будет вот в поле зрения персонажа и можно идти только по ней. Если двигаться только по ней, то разработчики говорят, что прохождение предположительно займёт не супер много времени. Часов 20. Собственно, вот задача экосистемы как раз сделать так, чтобы игроку не хотелось просто вот бежать паровозом вперёд. Тут я не очень понял, почему так мало времени должно уйти на сюжетное прохождение. Вот за 4 часа я прошёл совсем по ощущениям немного, потому что игра не быстрая. Там вот просто, чтобы в базовых механиках разобраться и нормально их освоить, часа, ну, полтора-два уходит. И через 2 дня после посещения офиса я вот прям этот момент напрямую уточнил у разработчиков. И они сказали, что вот эти вот примерно 20 часов на прохождение это пока очень прикидочное. И пока игра не собрана финально, им сложно оценить время прохождения. Плюс сказали, что если играть как я, то есть вот развлекаться с механиками и много исследовать, то точно придётся проходить значительно дольше. 20 часов, это вот если прям нестись по сюжету. По поводу открытости мира. Он планируется бесшовным, предположительно будет 3 больших локации ВДНХ, Вавилов и Сахалин. Это, если что, кодовые названия, а не реальный остров и ВДНХ. Разработчики сказали, что не стремятся к суперразмерам, а хотят наоборот сделать не суперогромную территорию, а именно насыщенную событиями, чтобы вы больше обращали внимание не на то, что вы в этом месте, например, уже были, а на то, что на этой территории происходит. Первые несколько часов игры всё будет относительно линейно и большие пространства будут недоступны. Потом вы выходите как раз в открытый мир и можете исследовать его абсолютно любой последовательности. А вот тот участок, который вы проходили изначально, подключается к этому открытому миру и тоже становится доступным. Если что, то вот когда я играл, я видел точки на уровнях, которые были закрыты. Но это явно входы в эту же локацию. Видимо, они вот как раз откроются, когда вы окажетесь в Open World. По поводу готовности основного сюжета информация следующая. Все ключевые точки основных квестов прописаны, катсцены срежиссированы, понятно, где всё это будет в игре и в каком виде. Я заранее не просил разработчиков, а просто во время посещения сказал им, а вот можете показать весь сценарий. Не почитать, а вот просто на экране открыть документ, чтобы я убедился, что у вас действительно всё готово. И при мне на экране ноута документы открыли и показали. Плюс продемонстрировали технические заготовки катсен примерно на час. То есть это черновая озвучка, наложенная поверх скетчей, изображающих примерно то, что будет происходить в игре во время ключевых сюжетных событий. Весь час я, разумеется, не смотрел, просто это был ролик длиной 50 с чем-то минут. Мне его произвольно мышкой дали потыкать и пару моментов остановили, где-то минуты полторы и я посмотрел, что вот конкретно там происходило. Вот такие вот дела. А теперь я хочу немножечко охладить траханье, потому что из-за такого обилия информации у вас может сложиться впечатление, Макаренкова, у тебя там совсем кукуха поехала, все так красочно описываешь, неужели все так гладко? Нет. Конкретные проблемы с механиками и просто неработающими штуками я описал. Просто вот на фоне остальной информации они могли показаться как бы незаметными. Если их в одном месте суммировать, то получится порядочно. Плюс многие глобальные вещи, я на этом тоже акцентировал внимание, пока в игре недоступны, не сделаны, находятся на разных промежуточных стадиях создания, и для меня не очевидно, что вот все это будет доделано и будет доделано круто. Думаю, что вот для самих разработчиков многое тоже не очевидно. Объем работы прям очень большой, сейчас над игрой труится команда примерно в 50 человек, и это вот с моей точки зрения где-то на грани. Теоретически могут осилить, но вот для такого замаха 50 человек это вот прям вот совсем-совсем впритык. Если что, то это два офиса в Москве и один в Питере. Деньги вроде бы как ребята нашли. Что еще? Повторюсь, мне запускали игру прямо из редактора, то есть это абсолютно неоптимизированная версия. И я на такой стадии видел уже порядочные игры, поэтому примерно понимаю, что стоит считать проблемы, а что нет. Но вот если бы эту версию показали обычному игроку, не понимающему, как может выглядеть даже вот небольшой кусочек игры до оптимизации, такой человек сказал бы скорее всего вообще, что за забагованный проект вы мне тут показываете. Поясню, игра люто притормаживает в моментах перехода между некоторыми кусками уровня. Это все в рилтайме происходит без всяких экранов под загрузки, поэтому там прям иногда до 1-2 фпс все проседает. Много мелких чисто технических проблем. Несколько раз игра крашилась и приходилось ее перезапускать. В общем, это просто техническая версия, которую нельзя показывать на широкую публику. Поэтому вот после прохождения я понял, почему мне не дали записать геймплей. Вот после идеально вылизанных роликов, которые разрабы показывали до этого, такая демонстрация выглядела бы просто фейлом. Но вот в те моменты, когда игра не тормозит и не багует, она выглядит вот практически один в один так же, как показывали в трейлерах. Там вот 100% был постановочный геймплей, но это не фейк и не 100% рендер. Возможно, там где-то что-то подрендерили чуть-чуть. Но вот то, что видел я во время прохождения, выглядело очень похоже на то, что показывали в геймплейных роликах до этого. Я думал, что разница будет намного более ощутимой. Но, конечно, когда играешь сам, все не так плавно, не так срежиссировано, плюс нет никакого монтажа видео, которое тоже дает вау-эффект. Тут ты просто сам проходишь, видишь, что вся вот эта вот стилизация в игре уже есть, картинка крутая, просто ты в это играешь, а не ролик смотришь. Вот такие вот дела. Что еще сказать? Вот можете примерно оценить, насколько иногда тяжело живется игровым журналистом. Я не подписывал Индии и формально мог вам рассказать вообще все, что мне показали и рассказали. Но по ряду вопросов разработчики просили информацию не озвучивать. Для них это прям важные запланированные моменты в рамках рекламной кампании. А кое-что просто спойлеры. Мне их рассказали, чтобы я правильно оценил, что именно они делают. Я обещал, что не расскажу. Но в голове теперь у меня это есть и мне теперь с этим жить. Я теперь знаю примерную дату релиза, ориентировочное время появления ключевой информации про игру в ближайшее время. Знаю сюжетную завязку и несколько ключевых сюжетных поворотов. И тут я уже вообще сам не рад, потому что это спойлеры. Знаю, в чем прикол в биолаборатории. По сюжету он откроется далеко не сразу. Это прям твист, завязанный на одного из важнейших героев игры. А еще я в курсе, почему игра называется Atomic Heart. Это вообще сюжетный твист всей игры. И это прям ад и садомия, что вот эта информация есть у меня в голове. Подоплека там прям очень необычная и интересная. Но я теперь в курсе, чем примерно закончится вся игра. Это на самом деле ахтунг, потому что если с проектом все будет хорошо, то блин, я буду проходить его, зная, чем условно все закончится. И еще маленькая важная вещь, которую я записываю, когда этот ролик уже вовсю монтируется. Так вот, пока монтировался этот ролик, вы успели накидать мне в личку целый ворох очень точечных и прицельных вопросов про игру. Потому что мы анонсировали выход видео заранее. Я решил сделать отдельный ролик, где на эти вопросы ответил. Видео получилось немножечко неформатное, поэтому лежит на моем личном канале. Ссылочка в описании. Если хотите узнать про Atomic Heart чуть побольше всяких частностей и личных ощущений от конкретных механик, переходите и смотрите. Это просто такой маленький бонус. Андрюх, ну что за фигня? Третий раз привожу баллон, а тебя снова нет дома. Спасибо большое всем за просмотр. Смело задавайте вопросы. Я отлично понимаю, что информации вывалил очень много, что многие детали раскрыл очень поверхностно, что работу вот той же самой глобальной экосистемы надо вообще проверять на более позднем этапе разработки, потому что может запросто и фейл выйти. Но теперь вы знаете, что игра есть, что часть ее уже существует во вполне смотрибельном виде, что замах у разработчиков прям монументальнейший, что Atomic Heart это не совсем то, что про игру думали раньше. В общем, много чего знаете. Пишите комментарии, что думаете по этому поводу, смело задавайте вопросы, если что-то непонятно, если знаю ответ, то отвечу. А могу и напрямую разработчикам написать и спросить. У меня с ними технический канал в телеге, реагируют на запросы о ней довольно быстро. А еще подписывайтесь на канал с оповещением, чтобы не пропускать ничего интересного. Ставьте лайки, если видео понравилось. И до встречи в следующих роликах, которые уже скоро. С вами был Алексей Макаренков. Пока-пока.